всем привет вы на канале меха мозг меня зовут евгений друзья в этом видео покажу как нарезать коническую резьбу на токарном станке причем очень даже нестандартным способом но сперва хотел порекомендовать корончатые сверла катран корончатые сверла намного эффективнее спиральных сверл из-за снятия материала по периферии отверстия они по всей площади окружности говоря простыми словами если у вас нет возможности установить мощное тяжелое сверельное оборудование но при этом есть необходимость сверлить отверстия большого диаметра корончатые сверла это идеальный для вас вариант а почему именно катран корончатые сверла катран прошли тестовые испытания в условиях повышенной сложности они показали отличные результаты работы при высоких нагрузках по сравнению с другими производителями лабораторные исследования отметили высокое качество и значостойкость инструмента технические характеристики подтверждены сертификатом соответствия катран разработан и производится по немецким технологиям оснастка катран изготавливается на том же оборудовании из тех же стали что и привычная европейская оснастка катран это идеальный инструмент для профессионалов своего дела мастеров инженеров и строителей данный бренд предлагает корончатые сверла серии gold и 10 включающих сложную многоступенчатую геометрию кромок которая обеспечивает высокую степень производительности и превосходное качество сверления катран обладает высокой прочностью и долговечностью что способствует резке любого вида стали цветных металлов и не металлов катран безупречно исполняет даже самые сложные задачи сверла катран вы можете приобрести на официальном сайте производителя ссылку на него я оставлю в описании к видео прежде чем рассказать о своей идее хотел показать способ нарезания конической резьбы которым обычно пользуются токаря протачивается необходимый конус и нарезается резьба при этом так сказать ведется рукой крутим ручку поперечной подачи если необходимо левая резьба то слева направо право и справа налево способ не самый простой требуется определенный опыт определенные навыки ну и точность резьбы точность конуса получается не не самое лучшее не идеальное для каких-то водопроводных дел это подходит для механизмов не всегда поэтому я решил придумать вот такой вот механизм для нарезания конической резьбы так сказать более полуавтоматично чтобы это было и что призма получалось более точная какие-то детали у себя в запасах я нашел в данном случае вот эти шестереночки какие-то пришлось все-таки изготавливать опять же нестандартным способом без делительной головки изготовление приспособления подетально в целом показывать я не буду это будет довольно долго поэтому лишь отдельные операции покажу возможно для кого-то они покажутся интересными кто-то для себя что-то новое найдет а 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 Все необходимые детали изготовлены, можно приступать к сборке. Шрус для этого приспособления хотел взять от старого механизма, но все-таки потом решил взять обычный вазовский. Вот такой. Единственное, что у него шлицевая на 24, а у меня на муфтах резьба М24, пришлось нарезать резьбу прям по шлицам. Думал, что не получится, но получилось. Что самое удивительное, резец был ВК-8. А почему решил сделать другой шрус? Во-первых, здесь не требуется посадка под подшипник, чтобы механизм постоянно не собирать и не разбирать, но и он короче, что имеет значение. механизм собран, теперь монтируем его на токарный станок. Музыка Продолжение следует... Для того, чтобы не пропустить момент, когда на малой продольной закончится резьба, произойдет какая-нибудь поломка, нанес белым маркером риски, показывающие, где эта резьба заканчивается в одну и в другую сторону. Но потом решил не рисковать и на скорую руку, что называется, смастерил простейший концевик. Токарный станок мой управляется частотным преобразователем и подключить к нему концевик не составило большого труда. В качестве испытуемого я взял вот такой вот вал. Найден был мною на чермете. Ранее он был каленый. Я его отжег. Главное, что он поддается закалке. Поворачиваю малую продольную на 10 градусов, чтобы суммарно потом получился конус 20 градусов. Согласно таблице токарного станка устанавливаем наименьшую из возможных резьб 0.25 для того, чтобы просто проточить конус. В данном случае таблица токарного станка является актуальной. В этом и прелесть данного приспособления. Почему привод на малую продольную подачу через цепь и вал идет от ходового винта. Единственное, что на основном ходовом винте шаг резьбы 6, а на винте малой продольной он 4. И верхними маленькими шестеренками получилось сделать передаточное число 1,5. И теперь, не меняя шестерен на гитаре токарного станка, получается устанавливать резьбы. Вот сейчас я их нарежу, три резьбы, для подтверждения своих слов. Наверное, слишком сложно сказал, но это было необходимо, дабы разъяснить, как работает механизм. Дабы разъяснить, как работает механизм. Дабы разъяснить, как работает механизм. Ну что ж, резьбы нарезал, а теперь буду их срезать, протачивать конус под дровокольную морковку. Дабы разъяснить, как работает механизм. Дабы разъяснить. Дабы разъяснить. нарезать резьбу с одного захода не получилось не хватило длины входа малой продольной подачи делаю это в два захода резьба нитка в нитку очень даже легко попасть обычно при нарезании резьбы если что-то сместилось ловим это малая продольная подача здесь это делается с точностью до наоборот итак морковка готова наступило время ее испытать вот такое вот получилось приспособление для нарезания конической резьбы ну и конечно же получилось изготовить дровокольную морковку надеюсь видео было для вас полезным кому понравилось не забудьте поставить лайк кто не подписан на канал обязательно подпишитесь всем творческих успехов до новых встреч